Следователи продолжают выяснять обстоятельства чудовищного ДТП в Несвежском районе. Ранним утром понедельника пьяный таксист налетел на велосипедистку. Жертва погибла на месте. Чужая невидная кровь настолько затуманила разум дорожному выпивохе, что его душу переполнило одно лишь чувство. Чувство самосохранения. Водитель погрузил бездыханное тело в багажник, вывез в поле и бросил там автомобиль вместе с погибшей. В распоряжение нашей программы попали эксклюзивные кадры с места происшествия. Их изучил Владимир Королев. Посреди сельской дороги отломаны бампер и осколки стекла. Это кадры с места происшествия. Первым неладное заподозрил супруг погибшей. Его жена должна была давно вернуться с фермы. Около 7 утра в дежурную часть Нижского УВД обратился местный житель с заявлением о безвестном исчезновении своей супруги. Мужчина пояснил, что около полутора часов назад женщина уехала на велосипеде на работу на ферму и до настоящего времени не вернулась. Инспекторы ГАИ, сотрудники уголовного розыска, обнаружили признаки ДТП, когда стали проверять путь следования пропавшей. Неподалеку в кустах был найден помятый велосипед. Естественно, что в близлежащих районах был введен план перехват и начался поиск автомашины, совершившей наезд. Были найдены свидетели, которые пояснили, что, предположительно, это была машина белого цвета со знаками такси. Примерно в это же время в Столбцовском районе 32-летний местный житель пишет заявление об угоне его такси. Пропажу белого Киорио он обнаружил только что. По описанию, автомобиль совпадает с приметами авто, которое совершило ДТП в соседнем районе. Пробираясь сквозь помятую кукурузу, оперативники находят белоснежный Киорио. Машину нашли в 40 километрах от места происшествия. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В салоне тело 49-летней велосипедистки. По разбитому лобовому стеклу несложно догадаться, насколько сильным был удар. Шансов выжить у нее не было. Позже водитель такси признается. Он виновник ДТП. Велосипедистку сбил случайно. В той поездке изрядно был пьян. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Владимир Королев, Юрий Сахадзе, Александр Шестакович, Зона Х, Несвежский район.